Здесь, так как склад маленький, это реализовано иначе, в эти же воровы товар входит, здесь он принимается на этой зоне и отсюда же он уходит со склада. Если немножко о самом складе, то, как я сказал, это порядка 17 тысяч квадратных метров, его общая площадь, он разделен на 4 холодные, на 4 температурные зоны. Это сам сухой склад, на котором мы находимся, мы называем его сухой склад, это холодный склад, который делится на склад ультра-фреш-фреш мяса и на склад крупных и овощей. Все склады имеют свои температурные режимы. И есть небольшой склад, он сейчас пока не функционирует, это склад алкоголя, он находится на стадии получения лицензии, отдельный сложный процесс. Общая вместимость склада порядка 17 тысяч 500 квадратных мест, из которых 7 тысяч приходится на сухой склад. Еще около 3 тысяч приходится на склад фреш и 200-300 приходится на склад крупных и овощей. Если говорить за общий принцип работы распределительного центра, и, возможно, возникает вопрос, чем распределительный центр отличается от склада, все-таки, на складе товар хранится, он может храниться там долго. На распределительном центре товар не хранится фактически, оптимальное ТЗ склада варьируется от 7 до 10 дней всего. То есть товар входит фактически и сразу же выходит со склада. Пойдемте дальше. Если говорить за общий принцип работы самого распределительного центра, то, понятное дело, на зоне экспедиции приезжает поставщик, сдает документы, ему назначают ворот, он стоит на ворот, ему выгружают. Приемщик клеит, так называемый ID, вот можно его видеть, вот здесь ID палета, на приемке клеится и скаминал принимает вот здесь. Далее водитель электроштебелера по этому же ID палета скамирует и размещает его на ярус, который ему подсказывает система. То есть ячейку система подсказывает, она практически будет куда ввести данный палет. Если обратите внимание на саму нумерацию каждой ячейки, то есть вот три ячейки у нас в секции, здесь присутствует номер аллеи, номер самой ячейки, четная и нечетная сторона и ярус. Ярус 1, ярус 2, ярус 3 и так далее. Далее, когда товар поступает на хранение, с магазина приходит заказ на комплектацию, он попадает в систему, наши специалисты запускают заказ в работу и штабелеру падает задание на пополнение ячейки отбора, первый ярус, с ярусов хранения. Соответственно, водитель штабелера пополняет товар через терминал, ему терминал говорит, куда ехать, опять же, с такой ячейки, что взять, куда поставить. И прикрепляет его уже, допустим, к ячейке отбора здесь, сюда. Далее, комплектовщик. У нас реализована голосовая система отбора, то есть вот сейчас меня слышите, у комплектовщика то же самое, гарнитура, ему система. Голосом? Обычным голосом, да, говорит, к какой ячейке подойти, например, 18-53, и сколько коробок взять, 3 коробки, допустим. Также система может проверять комплектовщика на предмет того, правильно ли он подошел к ячейке. То есть она ему говорит цвет и комплектовщик. А что цвета значат? Это просто проверочные цвета. То есть если вы комплектовщик и система вам говорит 18-53, вы вроде как подошли, она вас может проверить и говорит вам зеленый, допустим, и вы называете 58, значит вы правильно. А если вы назовете там другой цвет, то неправильно. И она вам не скажет отбирать. Вот, соответственно, вы подтверждаете голосом каждый отбор, то есть одна, две, там, 10 коробок. Кладете это все на палет, комплектовщик имеет свой, и едет дальше по пути комплектации. Путь комплектации настроен таким образом, чтобы комплектовщик не бегал между рядами, там, у него все идет последовательно. Если он вдруг начинает скакать, значит, есть нарушения в системе, это нужно исправлять, и комплектовщик может дать обратную связь специалистам. Когда палет собран, комплектовщик отмазит его на ворота. Я в самом начале не сказал, перед тем, как взять задание на комплектацию, комплектовщик с системой связывается, говорит номер принтера, вот, допустим, здесь, и система ему на этот принтер выдает ярлык поддона, на котором есть все указания, в том числе, на какие ворота в конечном итоге палет надо привезти. Ну и все, и, соответственно, комплектовщики его приводят на ворота, раскрепляют на этих ворота и едут до следующих ворота. Дальше у него в игру вступает отгрузка. Когда на рейс собран, информация также есть, в диспетчер спецентр поступает, Диспетчер формирует задание на отгрузку, его получает отгрузчик и уже с помощью терминала, опять же, отгрузчик производит отгрузку по таким ГВК палетным машинам. В принципе, этот процесс построен 24 на 7, 365 дней, мы отдыхаем чуть-чуть, но с 31 на 1 ночи. А ментализация проводится? Ментализация проводится два раза в год. Обычно в низкий сезон мы стараемся попасть в начале апреля, чтобы объемов поменьше. Склад останавливается на этот период полностью. Все процессы, допустим, на 6 часов, на 12 часов, в зависимости от объема товара, все люди собираются по определенному алгоритму, и счетные группы начинают кататься, управлять, после штаблеров есть специальные корзины, принимаем, и терминально существует. А это все уходит на 6, 6, 7, 8, 3. На холодный спорт пойдем? Да. Пойдемте? Да. Это небольшие, это наши легенновации, так скажем, да, простые решения, так называемые. Изначально идея была, чтобы весь отход, то есть в основном это картон и стрейк, складывался в разные мешки, чтобы потом было проще прессовать и формировать в этом. Понятно, что люди иногда у вас делятся в этот отход, но хотя бы не на полу. А потом? А потом все это прессуются обязательно, и окружает как торсырье, продает там центра. А, с подарком. Да, это тот агентом. Ну, мы же это небольшое действие встречаем, так что, на этот фон не экономит. Да, да, да. То же самое происходит с поддонами, и с личными поддонами возникают. Так, и кто-то? Да, и пропованы. Да, и пропованы. Да, 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 то есть, знаете, что тут... Давай с большого начнем. Лучше, да. А мне наденешь?